Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Том 4. Вопрос 1373. Разбор ответов Амвросия Юрасова. Вопрос 220-232. В какой мере послушание применимо в отношении духовника и прихожанина? Во всем ли мирянину надо слушаться духовника? Отвечает архимандрит Амвросий Юрасов. Когда священник говорит, сообразуясь со священным писанием, его надо слушаться. А если он выходит за рамки священного писания, святых отцов, противоречит духу церкви, духу спасения, слушать его опасно. Когда духовник руководствуется священным писанием, духом Божиим, он не может ограничить свободу своего чада. Кроме того, каждый человек может выбрать поступать, как ему советует духовник, или поступить по-своему. Духовник должен знать духовные силы своего чада. Сможет ли он вместить сказанное? Есть ли у него призвание, например, на монашество? Нельзя совершать насилие над личностью. Человек желает вступить в брак, а его склоняют к монашеству. Когда чада задает вопрос, а чада тот, кого священник обратил к Богу, дает наставление, окормляет, помогает духовно расти, Священник, помолившись, должен решать вопрос через молитву, через Господа, призывая свой духовный опыт, житейский опыт, зная устроение души этого человека. Но и чада, прежде чем идти к духовнику, должно помолиться, чтобы Господь через священника открыл Божью волю. Как отличить старца от лжестарца? Священное Писание и святые отцы указывают нам, что главное мерило смирение. Святые отцы и учители церкви говорят, что придет такое время, когда не будет духовных руководителей, и людям придется спасаться самим, читая Священное Писание. Комментирует Игнатий Тихонович Лапкин. Это лучшая страница в книгах Отца Амбросия. Спаси Христос, Отче. Только как-то уж не вяжется с тем, что написано до и после этого. Отсылаете к Священному Писанию, а все научение прямо противоположно Священному Писанию. У людей это часто бывает. Мне пришлось быть в лагере с заключенными по тяжелым статьям. И я много оттуда вынес полезного для себя, для смирения, воздержания, покорности воли Божьей. И вот там, среди заключенных, есть особые специалисты писать письма. Одни по женской линии, к нему приходят желающие познакомиться с какой-то женщиной заочно. Что-то платят этому писарю, и он пишет своему клиенту новую биографию, и может так разжалобить женщину, что она начнет высылать ему передачки, и может даже сама приехать и выйти за него замуж. Мне более 10 лет приходится работать в местном СИЗО, где 3700 преступников. Отец Амброси пишет, что он много бывает в местах заключения, и как люди исповедуются, каются, крестятся и причащаются. Если бы мне не знаком был этот контингент, то я бы подумал, что в Иваново трудится апостол, ему внимают преступники и встают на путь исправления, приходят ко Христу. Но вот за 12 лет я не знаю ни одного случая, чтобы кто-то серьезно, без обмана, поистине, раз и навсегда решился следовать за Христом. Рядом со мной ходил патриархийный батюшка, отец Михаил Скачков. И через несколько посещений он, в кавычках, крестил 724 человека, тоже, в кавычках, апостол. Но ни один из этих, в кавычках, обращенных, не обратился ко Христу. Я с ними беседовал. Все они также курят и матерятся. Но среди вот таких-то и выходят специалисты, писари, а не религиозные, писари на религиозные темы самого высшего класса. Если они даже не подписываются, кто они такие. Но все равно из сотни писем я с первого захода по содержанию выловлю эти послания. Настолько в них все выверено точно, по-книжному, как будто это не письмо трехкратного убийцы, а послание престарелого патриарха. Когда я читаю подобные правильные высказывания, точные по содержанию, как эти последние вопросы, так мне понравившиеся, Душа сразу же воспринимает их как артистизм. Все эти слова можно запомнить при желании, но чтобы их выполнить, спуститесь на две ступеньки ниже, уважаемые сестрами свято-веденского женского монастыря Химандрит. Мысленно вообразите, что вас сегодня апостол Павел призывает в свое первое путешествие и так из года в год по незнакомым местам. Это не книжки на полке перебирать. Вот тогда мы и будем говорить и поймем друг друга, что такое благодать призывающая и благодать обращающая. Вот только тогда вы можете быть истинным духовником, когда будете действовать согласно вашего ответа по священному писанию. Тогда вы начнете рождать чад и будете отцом, а все остальное есть привычная византийская игра, которую на Руси ведут уже тысячу лет и проиграли матушку Россию. 1 Коринфянам 4.15 Ибо, хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. И хотелось бы петь по-другому, но, увы, эта хворь непроста. 2 Коринфянам 5.15